В конференц-зале «Санатория знаний» нет свободных мест. Сегодня здесь открылась уже пятая декада зрелого возраста. Это 10-дневный образовательный марафон для людей старшего поколения. На мастер-классах и лекциях им рассказывают, как жить активно, интересно и даже в пожилом возрасте быть полезным. Причем не только семье. На декаду в Сочи в этом году приехали около 3000 человек из 70 регионов страны. Чтобы разместить всех, пришлось подключить и соседние здравницы. Меня удивило то, что сегодня столько много новых людей. Это значит, что была породелана большая работа, когда рассказывали о декаде по всей стране, когда приехали новые люди. И это значит, что как круги по воде, все то, что наработано в течение этих пяти лет, оно будет идти дальше. Спикеры, а их 70, подготовили для участников декады 150 мастер-классов, что важно абсолютно бесплатных. За пять лет действительно произошли глобальные изменения. Если пять лет, это были в основном призывы, что надо этим заниматься, надо этим заниматься. Сейчас уже, в общем-то, сформировалась система работы с людьми, можно называть, серебряного возраста, золотого возраста. Сегодня декада зрелого возраста в Сочи – это самый масштабный в России фестиваль, посвященный качеству жизни старшего поколения. Как говорят организаторы, этот форум активного долголетия изменил жизнь не только его участников. Участие людей и представителей органов государственной власти в наших ноябрьских мероприятиях способствовало развитию и совершенствованию государственной политики. Растет размер сумм, выделяемых на социальную поддержку, на программы обучения и переобучения для педпенсионеров и пенсионеров. Это и компьютерная грамотность, это программы по сохранению здоровья. Декада – это не только образовательная, но и культурная, и спортивная площадка. В этом году в программу включили турнир по нардам и открытое первенство юга страны по приготовлению шашлыка. Завершится большой фестиваль 23 ноября. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.